Вы нас видите, мы будем очень рады этому. И я рад приветствовать всех, кто присоединился к нам прямо сейчас, в прямом эфире на канале ТБН. В следующих 40 минут мы с вами вместе отправимся в путешествие. В путешествие по Священному Писанию. И я очень вдохновлен тем, что у нас есть Бог, что у нас есть Библия, что у нас есть обещание Божие, и что этот Бог, которому мы служим, в которого мы верим, не где-то очень далеко на небе, который живет своей жизнью, и там у него свои траектории, а у нас своя жизнь, и мы никогда не пересекаемся. Но этот Бог, которому является живым Богом, Он имеет прямое отношение, и Он помогает нам, любит нас, благословляет нас, заботится о каждом из нас. И я очень вдохновлен, что мы с вами можем знать этого Бога, можем иметь отношение с этим Богом, можем общаться с Ним, и можем переживать Его благодать, Его присутствие. Я хочу говорить с вами сегодня на тему «Но Бог». Вот два слова, которые являются ключевыми для меня вот в этом размышлении. И я хочу сказать, что взял эти два слова я из книги «Бытие», из 50-й главы, и здесь в 20-м стихе написаны такие слова. «Вот мы умышляли, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Вы знаете, удивительные слова. В этом предложении есть целая панорама, есть столетия, столетия, которые были до этого момента, когда эти слова были сказаны. И если посмотреть в будущее, то здесь есть проекция на будущую жизнь. Но мы с вами уже впереди. Мы уже прожили это. Мы, оглядываясь назад, смотрим вообще на весь ход истории в веке, которого звали Иосиф. Вы знаете, чуть выше, если мы будем читать, то мы здесь увидим такие моменты, что умер, написано здесь, что умер отец Иосифа, это Иаков. И написано, увидели братья Иосифы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали. А в действительности они сделали очень сильное зло, очень большое зло, все то зло, которое они сделали. Они причинили такую глубокую рану, рану отверженности, предательства и измены. Более того, они обманывали отца на протяжении многих лет. Отец плакал и не мог никак утешиться, потому что они сказали ему, что мы нашли одежду, не одежда ли это сына твоего любимого Иосифа? Вот мы нашли ее в пустыне, она была вся в крови. И они сказали, видимо, зверь дикий встретил его и убил его. Вот одежда осталась. Отец плакал и плакал, плакал и плакал, не мог утешиться. А они скрывали эту тайну, тайну своего греха и предательства. И потом все меняется в жизни. И потом голод приходит. Вы знаете эту историю, что Иосиф был продан. Иосиф это один из 12 братьев, но на тот момент, когда его предали его же родные 10 братьев, он был 11 в семье. Он был любимым сыном. И он принес им еды, они пасли там далеко. Но когда они увидели его, что он идет к ним, они сказали, вот идет сновидец. Сновидец, давайте, давайте убьем его. Потому что он видел сны, потому что он был человеком мечты, потому что у него было видение. Я знаю, что дьявол хочет убить каждого из нас, если есть у нас мечта. Если ты не довольствуешься тем, что есть сейчас, если у тебя есть вот это чувство Бога, больше, ты хочешь больше его, ты переживаешь его, ты ищешь его, ты понимаешь, что то, где ты сейчас, это не конец, это не вершина, это не конечная станция. Ты имеешь мечту, ты движим этой мечтой. И дьявол завидует, ненавидит и строит ковы. Он возбуждает других людей, чтобы тебя остановить. И знаете, так было с Иосифом, когда он приблизился, он принес им еды, а они схватили его. Рувим, старший сын, сказал, не надо убивать отрока. И бросили его в ров. И потом через некоторое время шел там караван. И это чужие люди, вообще чужой язык, куда-то мимо идут. Они сказали, давайте мы его лучше продадим, хоть какие-то деньги выручим. Они достали его оттуда, с этого рва. И продали его за 20 серебряников. Представьте себе, молодой парень, открытый, наполненный мечтой, жизнью, радостью. Вообще, у него даже одежды такие разноцветные, которые папа ему сделал. Папа его очень любил, мечтал, души не чаял в нем. Просто и вдруг он продан. Он продан, как вещь, как предмет. Вот это отношение дьявольского царства. Ты, может быть, чувствовал это в жизни, что к тебе иногда относится кто-то, как будто ты предмет какой-то. В Божьем царстве этого нет. В Божьем царстве таких отношений нет. Но Бог, Бог допускает это. Возникает вопрос. Я представляю себе, как он сидит на какой-то телеге, которая со скрипом как-то едет там через эту пустыню или на каком-то осле его связали. Я однажды был на севере, и там такая интересная, такая интересная ситуация была. Там была гора, на которую надо было подняться. Мы на этих снегоходах должны были подняться, но у нас такие большие, большие сани на этих снегоходах. Это север, крайний север. Маленькие кустики, все покрыто снегом. И там только вот эти олени и люди, которые их пасут, оленеводы живут в таких, знаете, очень интересных таких избушках, которые тоже передвигаются, переезжают с места на место. Это все, что у них есть. Стада оленей. И мы добираемся до какого-то следующего вот этого места, где оленеводы живут. И там, значит, под горой видим, что снегоход какой-то стоит. На севере люди останавливаются, потому что людей очень мало, люди могут замерзать, очень холодно, значит, на улице. Мы останавливаемся, и там мужчина, одетый так по-северному, там вот, из северных народов. И он говорит, да что-то мой это не тянет, не могу я выехать наверх. Что-то как-то не тянет он. Мы говорим, слушайте, ну может, как-то можем помочь. В результате он говорит, да давайте мы сани сейчас отцепим, я, может быть, сам выйду, а вы, может быть, сани, или как, или ваши отцепим. И мы, значит, разговариваем. В процессе разговора мы осознаем, что на этих санях что-то шевелится. Мы говорим, а там, там что? Он говорит, она пускай привязанная прямо так, знаете, связанная, как поклажа какая-то просто. А там моя жена. Говорит, нормально все. Я подумал, жизнь хороша, жизнь удалась вообще. То есть, представляете себе, то есть, вот Иосифа берут, Иосифа берут, и как предмет просто продают. Просто продают его. Конечно, возникает вопрос, за что, Господи? Что я сделал не так? Я не знаю, было ли у вас в жизни, когда вам кажется, а за что? Это ведь несправедливо. Вот мой сосед, например, он живет себе припеваючи, он на работу приходит к обеду вообще, непонятно откуда у него деньги, ездит на какой-то машине крутой, где он взял ее, там она несколько миллионов или больше этого стоит. Каждый раз меняет себе куда-то, ездит отдыхать, а я тут тружусь, тружусь, тружусь. За что, Господь? За что? Почему? Я же тебе верю. Вы знаете, когда мы вот мыслим таким образом, конечно, мы не понимаем Бога. Помните, у Исаии есть такая мысль, Бог говорит, мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути, а я бы сказал так, моя картинка вот такая картинка, его вот такая картина. Моя ограничена, ну, моим видением, воспитанием, пониманием, способностью мыслить, развить мысль далеко, а в конечном счете, моими годами жизни, 70, 80, кто знает, кто сколько проживет, и конец, а его, а он от начала, он вечный, он бесконечный, а для него там, одно поколение, это может быть, как один звук, помните, там есть текст, значит, в Библии сказано, для Бога, один день, как тысячу лет, один день, как тысячу лет, один день, один день, и тысячу лет, как один день, вот как это понять, только по одному, я понимаю, это, это выше моего разумения, это, это больше, чем пространство и время, мы открыли законы физики, или математики, или какие-то другие законы, это Бог, у которого вообще, столетия, тысячелетия, поколения, у него как-то все это вот так вот, перед ним, помните, Библия написана так, что, земля, Бог, под ножи ног моих, а небо престол мой, то есть, ноги его стоят на земле, вообще-то, а небо его престол, представляете себе, масштабы, масштабы Бога, он горстью может вычерпать, океан, так Библия сказано, то есть, горсть взял, и нету океана, атлантического, или тихого океана, вот такому Богу мы служим, конечно, у него мышление совершенно другое, я как маленький муравейчик, который, ну вот думаю, вот это мое царство, мой муравейник, но чуть больше, оказывается, есть огромное, огромное Божие пространство, и в рамках этого пространства, Бог пишет историю, Бог создает историю, Бог поместил тебя и меня, и львам, давайте посмотрим еще раз, на этот текст будем дальше читать, увидели братья Иосифа, что умер отец, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас, и захочет отомстить нам, за все зло, которое мы сделали ему, и послали они сказать Иосифу, отец свой перед смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога, отца твоего, Иосиф плавал, дарили это. Пришли сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе, и сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога, и вот здесь внимание, 20 стих, вот вы умышляли против меня зло, но Бог, но Бог, обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Что говорит Иосиф? Они упали на лица свои, мужчины, у них семьи, у них, они не такие молодые уже, они упали в страхе и трепете, они плачут, или боятся, и они просят его, говорят, помнишь, еще отец наш был жив, он тебе говорил, чтобы ты простил нас. Иосиф заплакал, Иосиф плакал, потому что Иосиф давно простил, апостол Павел позже скажет, что теснота той душе, которая делает зло, скорбь и теснота, два слова он использовал, всякой душе человеческой, делающей зло, если кто-то из вас делал какое-то зло другому человеку, вы хотели сделать ему плохо, а по факту вы сделали себе скорбь и тесноту, о, если бы можно было вернуть это время, вы думаете, я бы никогда этого не сделал бы, я бы по-другому жил бы. И вот годы прошли, Иосиф простил, Иосиф в любви к ним, Иосиф им хлеб дает, Иосиф привел их, чтобы они пришли, пригласил, с фараоном поговорил, поселил их здесь рядом, возле себя, помогал им, защищал их. И вот Яков умирает, они думали, это ради отца нашего он делает, а он, а он не ради отца делал только, он не ради них делал. И они в страхе и трепете лежат перед ним, на своих лицах, и они говорят, что, пожалуйста, вспомни, наш отец говорил, чтобы ты простил нас. И он плачет с ними вместе, и говорит, я Бога боюсь, я простил вас уже, не бойтесь. И потом он говорит, вы замышляли против меня зло. Вот здесь я хочу сделать небольшой анализ вместе с вами. То есть, это все было ерунда. Это не было ерунда. Это было жуткое предательство. А потом годы тюрьмы, когда снова его несправедливо обвинили, это было больно, это было очень глубоко и сильно. И он не умаляет этот процесс или этот период. Но он говорит сейчас совсем с другой перспективы. Такое чувство, что у Иосифа, как будто бы его Бог куда-то поднял, и он сквозь годы и века начал видеть большую картину. Не свой узкий мирок. Я в тюрьме. За что? Я предан. Меня везут. Меня продают. На меня смотрят и оценивают, как будто предмет какой-то, зубы там смотрят. А, молодой, еще нормальный. Сколько? И за меня торгуются. Знаете, сколько обиды могло быть? Сколько зла? Как закусить можно было? А он как будто поднялся с другой стороны, смотрит на все это, на все происходящее с ним. И он говорит, вы замышляли против меня зло. Но Бог, но Бог, Бог обратил это в добро. Иосиф как будто бы что-то видит. И он говорит, он это сделал для того, чтобы спасти большое количество людей. Он это сделал, чтобы это большое количество людей потом стало народом. Он это сделал, чтобы потом через 430 лет этой жизни в Египте вывести весь этот народ, который будет уже несколько миллионов, и потом везти их по пустыне, привезти их в обетованную землю. Он это сделал, чтобы потом из этого народа родился младенец Иисус, который спасет весь мир от грехов. Он это сделал, и я часть этого плана. И поэтому все, что случилось со мной, за этим стоял Бог, который обратил все это зло в добро. Вы можете сказать, о, тогда они должны были бы подняться и сказать, ха, так мы тут ни при чем. Оказывается, все Бог. Нет. Каждый из нас даст отчет пред Богом за свои поступки и дела. И если это зло, то это зло. Мы будем ответственны пред Богом за наши поступки. Но Иосиф смог посмотреть сквозь годы, сквозь столетия и века и увидеть Божий план. У меня есть три мысли, которые я хочу предложить вам. Эти три мысли связаны с тем, с этими двумя словами. Но Бог. Но Бог. Смотрите, Бог вмешивается в нашу жизнь, прежде всего спасая нас. Это первое действие, которое делает Бог. Но Бог. И я уверен, что многие из вас могут сказать, пастор, мы жили обычной жизнью, мирской жизнью, искали удовольствие, искали как лучше, но Бог. Через соседа, через родственника, через, может быть, проповедь, через программу какую-либо. Или вообще-то, может быть, это было несколько, несколько различных действий, но Бог пришел в мою жизнь и спас меня. И так Бог вмешивается в нашу жизнь, спасая нас. Бог вмешивается в нашу жизнь, создавая или допуская различные обстоятельства. В этих обстоятельствах Он работает с нами. Он очищает нас, Он меняет характер наш, Он испытывает нас, чтобы показать нам, кто мы на самом деле, и смирить нас. И Он вводит нас в эти обстоятельства. Он спасает, и, будучи спасенными, не бросает нас, работает с нами, вводя нас в самые, самые сложные, порой, самые трудные обстоятельства. И третья мысль, Бог вмешивается в нашу жизнь, уча нас доверять Ему. И я хочу остановиться кратенько на каждой из этих мыслей, и немного поговорить об этом. Прежде всего, Бог спасает нас. Вы знаете, совсем недавно я общался с целым рядом епископов, моих друзей, и очень обогатило меня это общение, потому что последний год я не так много ездил по стране и по другим странам. Но общаясь с ними, я увидел, что в христианстве стала популярна тема о благодати Божией. Нет ничего плохого с благодатью Божией, потому что все, что мы имеем, мы имеем через благодать. Благодать – это Божий дар, незаслуженная милость, оказанная человеку. В действительности, Бог спас меня не потому, что я хорош таков, что я лучше других. О, Господь, ты видишь, какой я, спаси меня. Мы спасены благодатью. Апостол Павел говорит об этом послании к ефесянам. Благодать Божия научает нас, Павел скажет об этом послании к Титу, чтобы мы благочестиво жили в этом мире в нынешнем веке. Благодать Божия ведет нас по жизни. Благодать – это присутствие Божие. Это направленные действия к человеку со стороны Бога. Но, знаете, в последнее время очень популярна стала так называемая, уже мы так называем, это дешевая благодать. Или показать Бога с одной стороны. Односторонний Бог. Я выписал темы, которые, просто темы проповедей, которые, которые предлагаются. Только благодать от Бога. Все остальные учения чужие. Ложь о Боге в Ветхом Завете. В Ветхом Завете ложь о Боге есть. Христос – не Бог. Христос – тире Мессия, имя Боги. Название проповеди. Христос – не Бог. Христос – по плоти, Христос – по духу. Бог не явился в оплоти. Так Иоанн прямо говорит, что это еретическое учение, когда идет речь о том, что Бог не явился в оплоти. Кого Бог сочетал, а кого нет. Почему не работает исповедание? Не бойся, ада. Антихриста не будет. Христос – конец всякого закона. Христос – нет. Секрет исполнения желаний. Закон и благодать несовместимы. Друзья, это ересь. Ересь очень завуалирована. Ересь очень приятная. Ересь, которую хочется слушать, которая льстит твоему слуху. Апостол Павел говорил, что будут избирать себе таких учителей, которые льстили бы слуху. Ересь, которая просто тебе как елей. Неважно. Ада нет. Антихриста не будет. Не напрягайся. Все классно. Просто тебе дана благодать. Купайся в этой благодати. Получай от Бога. Налей еще мне благодати, Господь. Вы знаете, еще налей. Побольше налей. Подожди, ты ссоришься с женой. Подожди, ты как ведешь себя. Подожди, ты не трезв. И ты говоришь, налей мне, Господь, еще. Еще налей мне благодати. Какой-то односторонний Бог. Интересно. Я подумал, когда общался с епископами, о том, а когда последний раз я слышал, вообще, мысли о Баде. Вы знаете, интересно. Я мысленно так несколько лет промотал. И если честно, не помню, чтобы кто-нибудь вообще упоминал даже это слово. Это не стало популярным. Оно просто изживает себя из нашего лексикона. Что такое ад? Вы чего пугаете людей адом? Ада не существует. Живите и наслаждайтесь. Неудивительно, что люди через некоторое время уходят из церкви. Они говорят, а это не работает. У меня такие же проблемы еще больше. Я к Богу шел, а вы меня расслабили просто. Вы мне сказали то, что не является истиной. И люди разбиваются, разочаровываются. Они не могут разобраться до конца во всем этом. Друзья, есть много текстов, которые говорят о том, что существует ад. Я лишь одно процитирую. Это в Откровении, в 21 главе, в 8 стихе. И там написано, что боязливых же и неверных, участь в озере Огненном. Прямо так и сказано. И скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. То есть первая смерть физическая, а вторая, этим заканчивается Библия. Это предпоследняя глава, потом идет 22 глава, и самые последние слова. Здесь почти последние. Сказано, дух и невеста говорят, приди. Слышащий да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, желающий пусть берет воду жизни даром. Бог и церковь, соединившись, они зовут, приди, приди. Потому что если ты будешь неверным, боязливым, останешься скверным, или любодеем, или чародеем, или идолослужителем, или просто будешь лгать. Всех лжецов, всех мастей, обманщиков, лжецов, хитрецов, которые крутятся, вертятся, которые живут такой жизнью, и говорят, благодать, благодать, Господь мне все прощает. Вы знаете, этих людей, учащись в озере, горящем огнем из сера, я не придумал это. Как бы я хотел, чтобы было так, чтобы никто там из людей не оказался, потому что озеро огненное изначально Богом было создано для дьявола. Дьявол забирает с собой тех людей, которые живут нечестивой жизнью, которые не принимают Иисуса как спасителя. И это озеро огненное будет наполнено не только дьяволом, и его слугами, и его ангелами, но и людьми. И об этом говорит Иисус. Итак, мы все шли по пути в ад, но Бог пришел к нам и спас нас. Я хочу сделать ударение вот на чем. Самое большое спасение, которое произошло в нашей жизни, это не спасение от наркомании, от зависимости от алкоголизма, или от сквернословия, или, может быть, исцеление, которое мы пережили. Самое большое действие Божие в нашей жизни состоит в том, что Бог спас нас от ада, от вечных мучений, и подарил нам вечную жизнь. Но Бог пришел к тебе, но Бог сделал так, что ты открыл свое сердце, и ты принял Иисуса, святителя своего. Я хочу, друзья, вторую мысль немного проиллюстрировать. Бог посылает или допускает определенные обстоятельства в нашей жизни, в которых Он, сужая наши пути, создает внутри нас определенные, может быть, даже крик, отчаяние, боль, все вместе взятое, иногда даже просто как руки опускаются у человека. Вот это все Бог допускает и создает в нашей жизни, чтобы очистить нас, освободить нас от самих себя и благословить нас. У меня здесь есть несколько примеров, которые я хотел бы привести в Библии, как Бог вмешивался в обстоятельства жизни. Вы знаете, это Авраам, которому было 75 лет. Жил себе человек в своем городе, все у него было хорошо, с женой жил, не было детей, но, в принципе, он был достаточно уже успокоенный, достаточно уравновешенный. К 75 годам у него все настроено, он чувствует себя уютно и комфортно. И Бог приходит к нему и предлагает ему путешествие. И говорит, Авраам, выходи из твоего дома, выходи, пойдем, я хочу благословить тебя, у меня для тебя что-то есть. Возможно, для некоторых из вас Бог предлагает путешествие. Бог предлагает пойти на миссию. Бог тебе на другом уровне, Богу. Может быть, сделать большее посвящение в финансах, чем то, которое было у вас сейчас. Я знаю, на той неделе я общался с одним из братьев с нашей церкви, он сказал мне, пастор, мы отдаем двадцатину. И моя большая мечта, чтобы Господь дал мне успех еще больше, потому что я хочу видеть, как дом Божий построен, как здание стоит, чтобы это было в поколении. И когда он говорил об этом, голос его дрожал, и он плакал. И он говорил, я чувствую это как миссия, как задача моей жизни. И это было настолько для меня особенно. Вы знаете, есть зона комфорта, где все хорошо, где все нормально. И Бог приходит и говорит, пойдем со мной, пойдем со мной. Куда, Господь? Я все здесь наладил, у меня все устроено. Пойдем со мной, сын мой, дочь моя, пойдем со мной. Если не пойдешь со мной, ты всегда будешь Аврамом. Если пойдешь со мной, ты станешь Авраамом. Если пойдешь со мной, я изменю твой характер. Мы можем видеть, как Бог изменил Авраама. Он был таким нерешительным. Он был таким, знаете, два раза предавал свою жену. Там в царство какое-то шли они. И в том царстве царь был блудником известным. И когда они подходили к той местности, он говорит своей жене, слушай, давай скажи, что ты моя сестра, что ты не моя жена, потому что иначе меня убьют. Ну, при живом муже не заберут же тебя. А так, если я твой брат, ну, возьму тебя. Ну, ну что? То есть, понимаете, робкий, нерешительный, хотя решился выйти за Богом. Бог позвал его, Авраам, пойдем. А внутри какие-то страхи, какая-то неуверенность. Однажды Бог приходит к нему, он сидит в своей палатке, и Бог говорит, слушай, я благословлю тебя. А Авраам говорит, меня? Да у меня сына нет. Ты мне обещал? У меня сына нет. Вот этот вот человек, который ухаживает за домом моим, смотрит, я ему все передам, он будет наследником у меня. Бог говорит, Авраам, выходи из палатки. Вывел его и говорит, посмотри на звезды и на песок. Почему песок? Почему звезды? Знаете, потому что Бог говорит к нам через обстоятельства. Если бы мы были в Сибири, я думаю, Бог бы сказал, выйди, сын мой, и посмотри на снег. Посчитай, снежинки, посчитай. Потому что здесь, когда снег ложится, нет песка, его не видно. Где-то есть, на берегу реки, но он бы говорил к нам через обстоятельства. Там, где ты находишься, Бог говорит тебе через твои обстоятельства, но говорит одну мысль. Доверяй мне, верь мне. Я сказал, что я благословлю тебя. Я сказал, что у тебя будет по-другому. Знаете, но Бог, но Бог, сидит такой, Авраам, ему там уже под 90, сидит такой, такой, да мы уже все, мы старички уже. Ты чего? У нас детей нету. Он говорит, выходи, выходи, вот посчитай песок, посчитай звезды. Я благословлю тебя. Я обещал, я сделаю это. И знаете, в действительности, когда вы читаете дальше, то Бог из такого робкости, где вера его, ну, очень часто просто, ну, падала, терялась, он прям не верил. Ну, как, ну, вот реальность, ну, вот обстоятельства. Через все это Бог просто касался его снова и снова, менял его характер через все эти обстоятельства. И Авраам назван в Библии отцом веры. Представьте себе, отец веры. Отец веры. Почему? Потому что Бог вошел в его судьбу. Он позволил Богу вмешаться в его жизнь. И он сделал все, что Авраам позволил сделать Богу, чтобы он из Авраама стал Авраамом, отцом множества и отцом веры. Апостол Павел называет Авраама отцом веры. И Иисус пришел как потомок Авраама. И Авраам дан нам как образец простого человека, но который позволил Богу вмешаться в его жизнь. И Бог невероятным образом сквозь века и столетия пронес это доверие, которое у Авраам и было у него, пронес и использовал его. Возможно, в твоей жизни есть ситуации, где ты не знаешь вообще, где здесь Бог, где здесь Бог. Как это может быть? Я помню, когда доктор говорил со мной, мы только женились с Наденькой, доктор говорил со мной о том, что вы еще молодой человек, у вас еще в жизни все наладится. Он произнес мне диагноз, который они установили у моей жены. И этот диагноз предполагал, что в жизни осталось совсем немного. И я не мог поверить. Я слушал его. И я говорю, это серьезно? Это в самом деле? Мы очень любим друг друга. Мы очень любим друг друга. Я помню тогда, когда на каждом собрании мы были впереди и просили каждого гостя, каждого пастора помолитесь о нас, помолитесь о нас, помолитесь о нас. Я помню, я в церковь пришел, никого не вижу. Я просто реву, сижу, реву просто. Пастор подходит ко мне, я говорю, что с вами? И я говорю, ты знаешь, врачи сказали, он говорит, и что? Это что, конец? Ты что, прям так поверил? И все, я говорю, а что, можно не поверить врачам? Он говорит, так есть же Бог, есть же Бог. Не, ну есть Бог, да, но вот она реальность. Вот, знаете, чем словам поверишь ты, мы такой гимн пели? Вот она реальность. Кто-то из вас может сказать, пастор, но вот на реальность кредиты, вот он вирус, реальность, нет работы, реальность. Подожди, но Бог, но Бог, кажется зло, кажется этот вирус зло, но Бог через этот вирус может сделать добро. Что? Как может это быть повернуто в добро? Вы знаете, мы в этом году праздновали 32 года нашей совместной жизни. Моя надежка полностью здорова. Исцелена, восстановлена, благословена. И мы любим друг друга так сильно, так сильно, еще сильнее. И я помню мое состояние. Я почти идти не мог. У меня все потемнело в глазах. Как? Как? И мне казалось, где же Бог? А как так? Ответ не был, так быстро. И ответ через руки человеческие пришел. Не прям так с неба свалился. вот Господь! Бабах с неба! Есть путь. Иногда это даже сложный путь. Но на этом пути мы учимся доверять Богу. Мы учимся слышать Его голос. Мы учимся идти за Ним. Но Бог, но Бог, врачи сказали тебе, что тебе не так долго, возможно, осталось. Врачи сказали, что очень все плохо. Но Бог, одного Он и стреляет, а другого отзывает. И это тоже Бог. Но Бог, Бог может сделать то, что мы с вами не можем сделать. Человекам это невозможно. Богу все возможно. Вы знаете, еще один пример хочу привести. Был такой царь, когда-то в Вавилоне, его имя было Навуху Доносор. Делать, что сделал золотой, огромный истукан. Золотой истукан. И всех там своих начальствующих, сатрапов там, глав там разных, калентами, всех-всех-всех-всех-всех обязал прийти на эту площадь, на открытие этого истукана. И там было, среди всех этих людей, было три парня. Их имена в Библии есть. Сидрах, Месах и Авдинага. И что самое интересное, что Он повелел всем поклониться, когда они услышат звук, который там издавали эти музыкальные инструменты того времени. И Сидрах, Месах и Авдинага, они продолжали стоять. Представьте себе, все наклонились, а вот три человека стоят. Тут же они были подведены к Навуху Доносору, и он спрашивает, ребята, вы что, с умыслом? Или вы не поняли, может быть, меня? Давайте еще раз попробуем. Знаете, что они сказали? Они сказали, это 17-й стиме Ила. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, потому что царь повеление, чтобы печь растопили, кто не поклонится этому истукану золотому. Еще раз. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной, и от руки твоей, царь, избавит. Слышите, это убеждение, это стойкость. Иоанн сказал, а я знаю, искупитель мой, жив. В последний день он восстановит кожу мою, сию, распадающуюся. Это не просто вера, это глубже, чем вот так вот вера где-то здесь. Это убежденность внутренняя, он умирает, и говорит, ты убиваешь меня, а я надеюсь, я буду надеяться. Он говорит, Бог, ты допустил все это, я не все понимаю, я вот здесь вот, вот у тебя такая панорама, у меня вот такая, но я буду надеяться. Эти ребята говорят, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленный огнем, и от руки твоей царь избавит. Но здесь мысль не заканчивается, и они продолжают дальше. Если же и не будет того, вот для некоторых из нас это просто форс-мажор, как не будет этого, пастыр? Как не будет? Как он не исцелит меня? Он должен исцелить меня. Подожди, Бог любит тебя, и он не сказал, что он даст тебе то, что ты просишь. Всегда, так, как ты видишь. Он говорит, просите, дано будет вам. Но он отзывает к себе, своих сыновей и дочерей. И тут написано, если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем. И золотому истукану, которого ты послал, не поклонимся. Вот такое отношение должно быть у каждого из нас к тем моментам, где испытывается наша вера. Мы должны верить в сверхъестественное Божие вмешательство. Но Бог, что Бог повернет вот эту ситуацию, вот они стоят перед этой, раз, больше печи. Вот их поднимают туда, вот последние секунды, наверное, их жизни. Вот еще немного, и их туда бросят, в эту печь. Они говорят, ну Бог, Бог силен спасти нас от этой печи. Но если не так, царь, знай, мы все равно не поклонимся тебе. Мы все равно не поклонимся. Вот она стойкость, вот чего Бог хочет видеть в каждом из нас, вот чего Бог достигает в нас, вот чему Бог учит нас, допуская разные обстоятельства. Вот быть верным Богу до смерти. Знаете историю, что когда бросили их туда, в эту печь, то через некоторое время, через несколько минут, царь увидел, что там не три юноши, а четыре ходят прямо среди пламени и огня. И он спросил, не троих ли юноши мы бросали? И ему сказали троих. Он говорит, я вижу четвертого. Он подобен сыну человеческому. И сразу после этого, когда их достали оттуда, четвертый в печи, был сам Иисус Христос. Сам Иисус с тобой, когда Он учит тебя, когда ты попадаешь в печь, и после этого Он дает новый указ. И Он говорит, чтобы все поклонялись живому Богу. Почему? Потому что Бог вмешался в эту. И вместе с вами давайте доверять Богу. Давайте позволим Богу вмешиваться в нашу жизнь. Он все может повернуть ко благу. Что-то дьявол делает плохое. Дьявол замышляет зло. Но Бог может повернуть это к добру. КОНЕЦ ВОИ